Мы продолжаем разговор об истории христианских королевств Испании 2-й половины 14-15 веков. И в рамках этого эпизода поговорим о правлении королей Хуана I и Энрике III. Начнем мы разговор с внешнеполитических вопросов, которые пришлось решать этим монархам. Первым и по значимости, и по напряженности следует обозначить, конечно, португальский вопрос. Португалия стала противником Кастильской короны еще при Энрике II. Собственно, в результате свержения Педро I, чьей де-факто женой была, я напомню, Мария де Подилья, родом из Португалии, которого поддерживала Португалия. В результате свержения Педро I, Португалия стала врагом враждебно Кастильи и осталась таковой в дальнейшем при наследниках Энрике II. Португалией в это время правит король Фернандо I, красивый. Правит он долго, но так сложилось, что детей мужского пола, законных детей у него не было. И в 1383 году Хуан I, Кастильский, предлагает Фернандо Португальскому фактически сделку. Он берет в жены дочь Фернандо I, Беатришу Португальскую. И заключается так называемая договоренностью в Сальватиэра де Магос, согласно которым в случае, если Фернандо I умрет бездетным, трон Португалии наследует его дочь Беатришу и по праву супруга, следовательно, Хуан I Кастильский. Судьба распорядилась так, что брак Хуана и Беатриш был заключен в апреле 1383 года, а уже в октябре последовала смерть Фернандо I, разумеется, бездетного. Хуан I и Беатриш немедленно объявляют себя королями Португалии. Хуан I начинает деятельную подготовку к включению Португалии в состав своей короны, что не вызывает ни малейших восторгов у португальской знати. Я бы даже сказал, напротив, португальская знать оказывается резко против такого короля. Беатриш они королевой не признают, и в результате достаточно оживленных внутренних переговоров они выдвигают на трон незаконного сына португальского короля Педро I, сводного брата Фернандо I, стал быть, Жоана, на тот момент магистра ордена Авис. Жоан принимает вот этот вот титул Авис как имя своего дома и становится королем Португалии Жоаном I, то есть Хуаном I. Жоан – это Хуан, Хуан – это Жоан. Его Кастильский родственник и конкурент мириться с этим не желает, и в 1383 году он первый раз вторгается в Португалию, а в 1385-м разворачивается уже полномасштабное вторжение с завершающейся знаменитой битвой при Алжубороде, в результате которой Кастильские войска оказываются разбиты на голову, король вынужден бежать, и, собственно говоря, на этом история португальских притязаний Хуана I заканчивается. Жоан I будет править Португалией долго, и достаточно долго он будет доставлять неудобства своим кастильским соседям, постоянно тревожа их западные границы. Вторым вопросом о внешней политике Кастильи при Хуане и Энрике является, конечно, Столетняя война. Как я уже говорил, Кастилья входит в союз с Францией после победы Энрике II над братом, и Кастильский флот при Хуане I, при Энрике III наносит несколько чувствительных поражений англичанам, и даже грабит английские побережья. При этом я напомню, что в 1372 году Джон Гонт, герцог Ланкастерский, вместе со своей женой, дочерью короля Педра I жестокого, объявляют себя королями Кастильи, и Королевский совет Англии утверждает, подтверждает их претензии на Кастильский тран. В достаточно длительное время эти претензии остаются, ну, если и не платоническими, то не имеют какого-то зримого военного воплощения. Так дела обстоят до 1386 года, когда Джоан I Авис, португальский, разбив Хуана Кастильского в битве при Алжубароте, заключает виндзорское соглашение с Джоном Гонтом и предоставляет возможность для высадки британского контингента в Галисии, обещая Джону Гонту поддержку, военную поддержку и ресурсную, разумеется. Кастильская корона оказывается под серьезной угрозой. С одной стороны им грозит португальский король, с другой стороны высаживается герцог Ланкастерса с женой и с войсками. В Кастиле король срочно собирает кортеса в Бревьеске. Это одни из самых знаменитых кортесов XIV века, в ходе которых принято уложение законов в Бревьеске, о которых надо говорить отдельно, конечно, на которых, на этих кортесах, Хуан I произносит длинную прочувствованную речь, обосновывающую его права на престол, его легитимность как костильского монарха. Кортесы поддерживают Хуана I, дают ему ассигнование на войну с вторгнувшимися англичанами. В результате в 1388 году Хуану I удается, во-первых, остановить продвижение Джона Гон, во-вторых, выбить его из Галисии, и в итоге в 1388 году в городе Байонна при французском посредничестве заключается соглашение между герцогом Ланкастер и Хуаном I. В рамках этого соглашения дочь Джона Гонта, Каталина Ланкастер, отдаётся в жёны наследнику костильского трона, принцу Энрике, будущему Энрике III. И со своей стороны Хуан I делает ещё один шаг, скрепляя этот возникший союз, он учреждает титул принцев астурийских. Вот с тех пор, с 1388 года и до сегодняшнего дня, наследник испанского трона всегда носит титул принца Педеастуриас, принца астурийского. Собственно, это не снимает напряжённости в отношениях Кастилии и Португалии. Это не делает друзьями Кастилию и Англию, больше того. Но на тот момент это оказывается серьёзной тактической победой Хуана I, позволяющей ему, развязывающей ему руки, позволяющей ему избавиться, по крайней мере, от одного театра военных действий, позволяющейся сосредоточиться непосредственно на противостоянии Жоанну Португальскому. Наконец, третьим направлением внешней политики, актуализировавшимся уже в правлении Энрике III болезненного или Энрике III страдающего, он отличался сильным характером, умом и властной волей, но при этом, к сожалению, слабым здоровьем. Третьим направлением внешней политики становится война с маврами, мусульманский фронт, если угодно. Прежде всего, в 1400 году Кастильский флот совершает удачный рейд на Тетуан. Тетуан на северном побережье Африки на тот момент является одной из самых крупных пиратских баз, всецело поддерживаемых мусульманскими правителями Африки, поскольку грабят они в основном христианские суда. Тетуан разгромлен и сожжен, пиратский флот, если и не уничтожен, то понес очень серьезные потери в том сражении. В 1402 году Энрике III дает свою королевскую санкцию и деньги, собственно, дает французскому авантюристу, наемнику Жану де Бетанкуру, который собирает экспедицию для отвоевания Канарских островов. Так начинается колонизация Канар испанской короны. Параллельно с этим Энрике III готовит возобновление войны против Гранатского Эмирата. В 1406 году он наносит гранатским маврам чувствительное поражение в битве при Колье-Харес, планирует, собственно говоря, следующие операции, планирует разворачивать полномасштабную войну против Гранаты, но здоровье подводит Кироля, и он умирает в том же 1406 году, оставляя продолжение развития гранатского вопроса своим преемникам. Говоря о внутренних делах Кастилии в этот период, Хуан I проводит довольно серьезную, ряд довольно серьезных реформ, которые потом поддерживает и развивает Энрике III. По французскому образцу при Кастильском дворе утверждается должность конитабля, кондестабля де Кастилия в 1382 году. Одна из важнейших придворных должностей, она вообще-то замысливается как должность такого военного лидера, военного вождя Кастилии, верховного главнокомандующего, ну, под королем, разумеется. Однако, де-факто, очень скоро она узурпируется представителями крупной знати и превращается в такую именно крупную придворную должность, зачастую не имеющую отношения к военным действиям, зато превращающую ее обладателя в одну из важнейших фигур при дворе. В 1385 году Хуан I создает Совет Кастилии, Концерфо Ле Кастилия. В него входят 12 человек. Изначально он комплектуется, вы видите, по сословному принципу. Четыре Прилата, четыре Нобеля и четыре Летрадо. И первые два-три года, собственно, два года, до 1387-го, полномочия Совета еще четко не определены. границы его юрисдикции не выявлены, он пока еще не действует в полную силу. На Кортасах в Бревьеске определяется и прописывается сфера полномочий Совета Кастилии. Выделяются три типа дел. Те дела, которые король может разрешать самостоятельно, без участия Совета, крайне небольшой спектр, незначительные пожалования и помилования. Собственно, сюда же входят королевские помилования. То есть, важно, но достаточно узкий спектр. Еще один спектр, который король решает вместе с Советом, который Совет не может решить без участия короля. Это крупное земельное пожалование в формирование экспедиции военных и еще ряд вопросов. И, наконец, создается сфера исключительной юрисдикции Совета. Это вопросы, которые Совет может решать, даже не обращаясь к королю и издавая указы и постановления от имени короля. Кортесы, собственно, представители кортесов употребляют все свое влияние на то, чтобы эта сфера была наиболее широкой. Сюда входит объявление войны, заключение мира, сюда входит основание новых городов и заселение новых областей, сюда входит еще целый ряд жизненно важных для королевства вопросов. То есть Совет Кастилии становится одним из центральных органов управления королевства и остается таковым уже вплоть до королей католиков и дальше старших Габсбургов. Здесь стоит обратить еще одно внимание, что уже при последующих правителях, при Хуане Втором, если быть более точным, состав Совета несколько меняется, там появляется гораздо больше вот этих вот литрадо, меньше знати и гораздо больше литрадо. В 1390 году отдельно издается постановление о должности председателя Совета и определяются его должностные полномочия. Подседателем традиционно становится прилад президент. Один из прилатов входящих в состав. В 1996 году завершается, ну, как завершается, делается еще один серьезный шаг в реформе Коррехидоров, начатый, я напомню, Альфонсу Одиннадцатом. Коррехидоры приобретают постоянный характер и их предписано направлять как минимум во все города, имеющие право представительства на Кортусах, то есть во все 17 городов крупнейших. На деле это постановление не исполняется, поскольку его исполнение требует, конечно, сильной киролевской воли. Энрике Третий делает все, что может, но, повторюсь, он умирает очень рано, а его сын принимает трон совсем малолетним. Да и затем, собственно, Хуана Второго сложно отнести к числу сильных монархов в Кастиле. Поэтому реально институт Коррехидоров и затем губернаторов и королевских ассистентов начинает работать уже при королях-католиках, при Фернандо и Изабелле. Энрике Второй еще, я напомню, учреждает королевскую аудиенцию, суд, в котором выслушиваются дела, причем выслушиваются не профессиональными судьями, а так называемыми оидорами, опять-таки Прилаты и Летрадос, юристы университетские, специально собирающиеся трижды в неделю, чтобы слушать вот эти дела. При Энрике Третьем закрепляется место пребывания аудиенции, этим местом становится Вальедолит. Это останется в силе на протяжении всего 15 века, и уже потом, после взятия Гранады Фернандо Арагонским, появится вторая аудиенция, так называемая южная аудиенция королевства, которая будет размещаться как раз в Гранаде. Наконец, в правлении Хуана Первого Энрике Третьего стоит отметить резкое снижение влияния королевских родственников, собственно, в историографии говорят даже о Каида, о падении королевской родни. Король оказывается окружен уже не родственниками, но прежде всего представителями новой служивой аристократии. Параллельно с этим за счет постоянных пожалований земель должностей и должностей в Кастилии складывается группа так называемых грандов, представителей крупнейших родов знати, которые, как правило, удерживали за собой целый ряд придворных должностей, причем удерживали наследственно из поколения в поколение, передавая эти должности от отца к сыду. Здесь приведены несколько традиционными юстициариями Кастильской короны становятся Эстуньига, представители рода Эстуньига, это адмиралы, это энрикесы и так далее, и так далее, и так далее. Меняется, постепенно меняется ландшафт, политический ландшафт королевства. Собственно, правление Хуана I и Энрике III служит таким преддверием для становления модерного государства в Кастилье. И сослагательное наклонение не приветствуется, конечно, но если бы, если бы преемником Энрике III, если бы Энрике III правил дольше, если бы его преемник оказался не безвольный Хуан II, а кто-нибудь масштаба Изабеллы Кастильской, мы бы увидели расцвет Кастильской короны и, может быть, даже объединение Испании в Единое Королевство навек раньше. Но это если бы получилось то, что получилось. Спасибо. Спасибо.